всем привет сегодня у нас очень важная тема для размышлений кризис семьи в украине существует ли он и если существует то как его преодолеть сегодня у нас гостях александр и вадим я думаю что они скажут свое мнение и я думаю что нам будет всем очень интересно сегодня поговорить об этой очень важной теме забегая наперед или скажем так открывает даже нашу беседу я скажу том что на мой взгляд кризис семьи существует он реальный и можно сколько угодно говорить о том что количество разводов уменьшается а это действительно так если посмотреть на центральной области в украине если посмотреть на западные области потихонечку полигонечку но процент разводов уменьшается но при этом у нас все еще огромная проблема на востоке около 60 процентов разводов за последние 10 лет у нас очень много семей находится в предразводном состоянии то есть когда например один из супругов живет в киеве второй супруг живет может быть в другом доме или в другом городе или вообще в другой стране и между ними реальных связей уже никаких нет но просто формально они числятся как муж и жена то есть на мой взгляд кризис семьи существует и сегодня эта тема эта беседа наша она очень актуальна и я предлагаю сейчас поискать какие-то варианты того как выйти из этого кризиса но скажите что вы думаете по этому поводу существует ли кризис на ваш взгляд или все-таки у нас в украине с институтом семьи все в порядке если позволите я могу начать или александр смотрите ну у меня такой довольно специфический взгляд на этот кризис я начну из прошлого то есть прошлом люди условно как бы они знали как жить них был определенный шаблон как должна быть устроена семья то есть что-то в голове было уложено это было уложено самого детства и люди впитывали это с молотом матери этому содействовали все институты церковь и окружающее общество как-то к этому подталкивало и просто грубо говоря выйти за рамки социума я просто как психолог рассуждаю человеку всегда сложно и соответственно так как это было очень жесткая социальная установка то выйти за рамки этой установки было непросто даже если это хотелось или к этому там подталкивали какие-то обстоятельства мне здесь недавно мы проводили подкаст с отцом александром клеменко александр напомнит так вот он высказал очень интересную точку зрения что ну в принципе и тогда в прошлом были семьи которые ну как бы если бы они жили в современное время они бы скорее всего распались но тогда их как бы что-то от этого удерживало вопрос допустим хорошо ли женщине жить с мужчиной к примеру абьюзером или там какие-то другие обстоятельства и держаться все-таки удерживать хорошо ли оставлять ее в целости это еще вопрос сейчас немножко другая ситуация произошли на фоне технологического прогресса очень мощные социальные сдвиги в нашем обществе и я бы не сказал что мы получили какие-то новые схемы как надо устраивать свою жизнь скорее всего мы получили некий вакуум некое отсутствие схем и этот вакуум заполняется чем угодно вот просто чем угодно и в результате человек находится в таком подвешенном состоянии он вроде чувствует что-то вот внутри чувствует что вот оно вроде бы должно быть так да но он не может оформить это в нечто конкретное и поэтому находясь в таком подвешенном состоянии люди чаще всего уже опираются не на какую-то установку разумную на их взгляд а больше всего начинает опираться на свое какое-то внутреннее самоощущение или говоря более прямо на свои инстинкты естественно это приводит к эгоизму человека да и когда люди пытаются установить семейные отношения то это встречаются чаще всего не люди осознающие что они там строят семью а отречаются два эгоизма друг с другом и вот получается вот у нас такой распространенный кризис потому что новых правил не нету а старые уже не работают и более того на мой взгляд многие старые установки они сейчас принципе ну даже если они поддерживаются где-то они поддерживаются на мой взгляд искусственно в тех же мусульманских странах то есть это идет опять же под давлением таким жестким религиозным прессингом под давлением даже со стороны государства определенным под давлением там сложившихся традиций но те же мусульмане которые начинают жить там других странах я не говорю что это про всех мусульман но у них наблюдаются определенные тенденции допустим к либерализации семейных отношений то есть все равно вот определенное окружение в котором они живут оно определенным образом на них влияет и так далее и они тоже потихонечку вот входят вот у них просто это происходит намного медленнее чем допустим у людей традиционных с христианскими ценностями связаны но тем не менее у них тоже это происходит поэтому на мой взгляд путь решения кризиса семьи как раз в поиске такого концепта такой установки которая бы позволяла семье существовать и быть успешной в современных реалиях как общественных так и технических спасибо в принципе примерно выразил свой взгляд да александр как вы считаете существует ли кризис семьи в украине если да то почему это происходит и какие возможно варианты решения вы видите ну я два слова о себе а здесь в качестве организатора дискуссионного клуба полтава золотухин александр хотя у каждого из нас есть много лиц и много ролей на протяжении и жизни и дня и так далее когда мы говорим о кризисе семьи значит мы понимаем что есть какая-то модель установленная семьи есть какой-то образец и значит мы отступили от образца образец у нас какой есть в нашем понимании в источниках там письменных фильмах в других там артефактах культуры традиционно это есть муж жена и ребенок и они вместе от момента создания семьи до конца и они не разводятся друг с другом они не меняют своих партнеров на протяжении жизни то есть это семья на на все века вот это наше понимание традиционной семьи если так понимать семью традиционную то да кризис потому что она разрушена потому что по общественному фону то есть сейчас я не не брал статистику но много об этом пишут что большое количество разводов и меняют часто партнеры друг друга и много детей воспитывается без отцов как правило воспитываются материалами туда этот кризис семьи существует но это если мы будем сравнивать с образцом традиционной семьей если мы будем сравнивать не с традиционной семьей а вообще с реалиями сегодняшней жизни то это получается вроде бы как и не кризис это просто такая особенность особенность этой системы вот если взять традиционную семью которая существовала в прежние времена она существовала не оторвана от других частей как бы жизни она была встроена во всю жизнь то есть и экономически и социально она была и она была естественным как бы очагом таких отношений между мужчинами же мужчина и женщиной а сейчас другие условия другие в первую очередь экономические условия мышь как бы воспитаны на марксизме маркс как пояснял у него даже работа есть посвящена семье что все зависит от экономической базы по семья это уже как бы надстройка какова база такая таковая надстройка вот если база меняется тоже той семьи быть не может поэтому мой как бы ответ на тот вопрос который вы задали что кризис традиционной семьи ту которую мы знали он есть она разрушена по сути сейчас семья другая сейчас такая как бы динамическая гуляющая семья но является ли это кризисом семья это часть других институтов общества и она вписывается от в то состояние общества которое сейчас есть то есть она не может быть другой в этих условиях ну вот кратце спасибо спасибо полностью поддерживаю ваш ответ еще единственное что от себя добавлю вот вадим сказал о том что мы на самом деле до конца не понимаем было были такое количество большое разводов еще 100 200 лет назад если бы это было разрешено но на самом деле из тех данных которые у нас есть это и воспоминания и свидетельства историков приезжавших то турист не как туристы а скорее как исследователи например английские исследователи французские приезжали в российскую империю и смотрели оценивали состояние семьи если мы присмотримся к тому что писали поэты что писали прозаики в принципе у нас есть определенное понимание того какой была семья в патриархальном обществе скажем так когда отец был главой семьи и на самом деле если покопаться в исторических данных оказывается что все было не так плохо а ведь сейчас современные очень многие приверженцы марксизма приверженцы социализма и такого крайне левого либерализма утверждают что женщина была угнетена но у нее не было выхода из семьи не было возможности как-то освободиться от гнета мужского в семье также очень много сейчас говорится о том что семьи были крайне несчастливыми потому что они были не свободны что не было возможности развестись но на самом деле это утверждение очень горячие и очень часто эмоционально не подтверждены никакими историческими аргументами или фактами конечно были на территории российской империи в состав которой украина тоже входило а некоторые исключения то есть нет скажем так некоторые примеры абсолютно девиантного поведения например снохачества когда глава семьи мог отправить своего сына например на войну или в армию или на какое-то дело и его жену использовать в своих сексуальных целях то есть для удовлетворения своего сексуального инстинкта такое было снохачество например или многие другие пример девиантного поведения но в целом это скорее исключение из общих правил есть очень много светит и свидетельств о том что патриарх патриархальной семье и жены чувствовали себя довольно хорошо и мужья тоже и в целом вот эти примеры которые например у нас есть в украинской литературе о том что все ругаются вечно недовольны в семье о том что там мать то есть самая старшая женщина угнетает обязательно младших женщин это опять же не подтверждается огромным количеством исследований к чему я веду я веду к тому что у нас очень опошлили понятия патриархальной семьи когда муж глава когда люди вступают в враг на всю жизнь один раз и на всю жизнь и самое главное очень опошли но понятие целомудрия то есть того что девушка женщина должна оберегать свою чистоту до вступления в брак так же как в общем-то и мужчина и белое платье она ведь символизирует чистоту в которой девушка должна была сохранить себя до брака и собственно уже после брака да даже был такой обряд если вы слышали наверное о том что вы носили вы носили простыню и показывали что вот как мол девушка в эту ночь и потеряла детственность со своим молодым человеком собственно с которым они вступили в брак и сейчас это все пошли но и мы видим то что у нас колоссальнейшая распущенность среди молодых людей и подростков невероятная распущенность огромное количество вступлений в сексуальной связи до брака и многие психологические исследования показывают что девушек это на самом деле что девушки от этого страдают например один из последних опросов в америке показал не сейчас не могу назвать какая именно исследовательская группа его проводила так вот показалось что 77 процентов опрошенных девушек уже вступивших в беспорадочные половые связи жалели о том что они вступили в сексуальную связь до брака то есть еще раз хочу подытожить собственно свой тезис и сказать его кратко на мой взгляд от то что люди отказались от патриархальных от традиционной формы семьи то что у нас сейчас и аборт разрешены и вступление в сексуальные связи до брака и при этом развод довольно распространен и феминизм распространяется все это на мой взгляд это не обязательно есть хорошо более того это на самом деле плохо потому что уровень депрессивности в штатах например да и вообще в западном мире очень высокий и многие семейные психологи связывают вот эту повышенную депрессивность неспособность справляться со стрессами именно из-за того что люди не могут построить нормальную семейную жизнь именно из-за вот этих разводов вступлений в брак в сексуальной связи до брака из-за чего там нежелательная беременность с абортами и заболевания венерическими болезнями в целом недовольство жизнью так что я лично убежден что кризис есть он общемировой не только украинский но если мы уже говорим про украину давайте с вами перейдем тогда к тому как его решить вадим вот как на твой взгляд можно решить и выйти из этого кризиса коль уж мы консенсусно решили и приняли то что кризис существует как выйти это я не думаю что во первых мы сейчас найдем какой-то универсальный рецепт выхода из кризиса понятно что нужно как-то утверждать ценности потому что прежде всего мне кажется основа вот взаимоотношений друг друг между другом именно в семье это прежде всего какие-то общие ценности этих людей но опять же не все в нашей стране являются православными по вероисповеданию к примеру да вот но естественно начинать нужно со своего дома порядок наводить нужно начинать прежде всего со своего дома то есть себя со своего окружения поэтому мне кажется очень важно говорить о ценностях внутри семьи с этой целью я сейчас немножко сказать радикализирую наш вопрос сейчас поймешь что я имею ввиду под словом радикально радикализируем так вот в определенном смысле в каноническом праве даже есть определенные такие правила которые позволяют развестись случае там если муж беспробудно пьет является абьюзером насильником он там я не знаю скрыл какие-то о себе данные там был сумасшедшим или там лежал психушки ну или еще что-то и это касается же и женщин не только мужчин чтобы не было вопросов дискриминации и все дела точно так же то есть если там жена скрыла о том что она бесплодна есть такие правила которые позволяют развестись но мы помним и читаем евангелие что кто разводится дает своему супругу супруге повод любодействует да то есть на самом деле все довольно жестко с точки зрения евангелия почему там господа спросили почему-то моисей там позволил да по жестокосердию вашим однажды одному священнику задали этот вопрос и он ответил на вопрос этот так ну вот господь сказал что да идеал таков он суров и он строг но жестокосердие человеческое никуда не делась да но осталось в некотором смысле повеление моисея тоже действие то есть он тоже как бы давал это повеление по вдохновению свыше от гора такое некое послабление человеку и сейчас современном секулярном обществе мы наблюдаем вот некую форму что-то похожее на то что сделал моисей да то есть некое такое послабление каким-то человеческим слабостям неспособности человека что-то создать за что-то грубо говоря что-то построить и это удержать в том состоянии в котором нужно и позволяется с одной стороны да людям разводиться по разным причинам даже менее серьезным чем муж пьет и так далее и так далее просто не сложились характером люди бесконечно ссорятся да и травмируют этим своих детей уже как бы даже церковь иногда в случаях отдельно разбирая каждый вопрос иногда идет людям навстречу просто я это знаю на практике ну как бы соприкасался некоторыми вопросами видел как это происходит иногда в метрополии когда был там семинаристом на послушание вот а вот теперь я начинаю радикализировать степень родства мужа и жены семье нулевая то есть не единица не два не три а нулевая то есть одна плоть единое целое скажите пожалуйста мы можем поменять мать отца до вырваться вот как сказал из-за из-под гнета да а мы можем вырваться из-под гнета гиперопеки родителей сказать вот я хочу других родителей эти мне не нравятся я хочу развестись со своими родителями я так уже немножко утрируют да перегибаю да но вот иногда значит через увеличительное стекло становится виднее правильно и мы же не можем поменять родителей это очевидная биологическая связь то есть одна кровь очевидно а тут сказано плоть едина то есть тоже есть некая форма единства а здесь почему тогда можно вот с чего это здесь можно отказаться от человек а там нельзя но мы скажем здесь же есть выбор а там типа не было выбора а что это меняет если ты выбрал то это еще больше налагает на тебя ответственности за твой выбор потому что это добровольное решение тогда и ответственности должно быть еще больше то есть мне кажется что нужно как бы понимать вот эту серьезность вопроса и уходить от вот этих легкомысленных рассуждений об этой теме семья это серьезно я в детстве еще самого детства когда вот это еще помню даже бабушка мне когда-то рассказывала вот внучек когда-нибудь женишься будут у тебя свои детки я такую вещь помню и я вот еще тогда своим детским умом задумался что такое жена да это это наверное какое-то очень близкое мне существо да на каком-то уровне я почему-то это почувствовал тогда слава богу вот бог миловал мои родители следующем году будут праздновать отмечать 40 лет они для меня пример я понимаю что не у всех есть в их жизни такой пример и это очень непросто но это не отменяет ответственность да спасибо вадим могу еще долго говорить правда александр скажите пожалуйста какой вы видите выход из кризиса семьи в украине я подготовил аргументы по этому вопросу так как традиционно по нашим правилам дискуссионного клуба она по нашего клуба мы готовим аргументы вот первый аргумент традиционный брак исторически это мужские права на женские репродуктивные функции этот аргумент я взял под одним из наших видео дискуссии от комментатора найк найм он себя так назвал вот суть этого аргумента в таком права безоговорочные бесповоротные с целью передачи материального и духовного наследства потомкам дети принадлежат семье отца а не матери причем при любых обстоятельствах в том числе в случае возможного развода юридически в судах отец решает где будут жить его дети и как он их будет содержать суть такого права отца на ребенка не в фактическом проживании и воспитании ребенка отцом а в том что отец решает за ним последнее слово анимать или государство где будут дети проживать кто их будет воспитывать как и будет будут будут содержать если отец не глава семьи то он вообще никто а семья это не семья секрет любви в браке в том что мужчины по своей природе больше любят помощников а женщины начальников и изначальное понимание этого обстоятельства с упугами ключевым образом определяет межличностные отношения между ними иначе для психики жены совершенно непосильная задача любить мужа который никаких прав по закону в браке не имеет ни на детей ни на жену он вообще никто в семье женский мозг сойдет с ума это первый такой аргумент второй аргумент тоже от этого же комментатора юридическая триада прав отца в традиционной семье то есть я упираю на юридические как бы приемы как решить эту проблему значит триада такая первый элемент на внебрачных детей по залету нет алиментов и они не имеют право на следство отец никаких никакой ответственности за них по закону не несет в традиционной семье в случае развода и спора по детям преимущественное право голоса у отца отец решает где будут жить дети в случае развода нет раздела совместного имущества 50 на 50 отец получает все совместно нажитое имущество если бывшая жена по суду не доказала свои вложения вот по статистике в Китае и Южной Корее 90 процентов детей проживают в полных семьях скромными родителями и там существуют такие законы а например в Швеции там 20 процентов пост СНГ 30-40 процентов и третий аргумент от Александра Скоробогатого профессора Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента он предложил такой вариант решения тоже юридический полный отказ от алиментов принудительное взимание алиментов основано на предпосылке что дети это работа которую матери выполняют за материальное вознаграждение предпосылка неверная подавляющее большинство людей рассматривает родительство как реализацию себя как человека ну это как бы кратко вот я назвал такие приемы что нужно сделать и все они лежат в области права то есть это нужно решить на уровне государства на уровне общества на уровне Верховной Рады которые примет соответствующие законы аргументы хорошие многие из них мне даже понравились но вопрос в том насколько это реально то есть реалистично тут стоял вопрос вот если у нас есть проблема как решить на сегодня в полной мере решить нельзя потому что у нас сильно феминистическое движение благодаря всяким грантовым организациям у нас просто сетью наша страна накрыта грантовыми организациями которые финансируются из-за рубежа и эти организации они создали общественный фон что женщины должны бороться за права вот именно вот здесь корень зла лежит в распространении вот этого феминистического движения которое мужчину вообще опускает до уровня ниже плинтуса поэтому вопрос решение этого вопроса вернее должно решать должно лежать в области взаимодействия с этими феминистами их нужно как-то как-то обогреть может пожалеть шарфом накрыть чаем напоить пусть они расслабятся может им грант нужно от нашего государства они же видимо любят деньги они получают деньги давайте другой им грант к сожалению не все работает так потому что вот допустим уже я знаю что в ближайшие пару лет в школах будет секс-паслита это сто процентов это неизбежно и вопрос не в том сможем мы это остановить или нет вопрос в том что мы можем оказаться вообще за бортом процесса это факт это реальность поэтому мне кажется нужно искать пути именно реалистичные как стать частью процесса и влиять на него хоть как это просто мой такой аргумент потому что я как бы вижу реальность я работаю допустим сейчас я школьный психолог в принципе я работаю в школе официально и тоже много я вижу что происходит в реальности смотрите мне хотелось мне бы хотелось узнать ваше мнение вот по какому поводу на мой субъективный взгляд все таки основная проблема лежит в том что у нас сейчас в обществе и в западном обществе в том числе украинском есть невероятнейшая пропаганда секса так скажем сексуальных отношений и поэтому молодые люди очень часто слишком ориентированы в первую очередь на телесное удовлетворение своих потребностей в том числе в брак вступают часто очень сугубо опираясь только на то что мне нравится этот человек я влюблен мне нравится его телесности к сожалению очень многие не задумываются о том что вступить в брак нужно еще при этом имея какое-то общество мировоззрения и ценности да если установить подобные фильтры очень многие браки я думаю не состоялись просто потому что люди ну то есть предположим девушка видя что-то не то в своем парне на мировоззренческом лице на основном уровне она бы просто не вступала с ним в брак и потом бы не жалела об этом вступлении в брак то есть мне кажется что нужно бороться с вот этой распущенностью в первую очередь как я скажу коротко совсем коротко у нас времени уже крайне мало три проблемы фундаментальные которые ведут к тому что брак разваливается и люди очень часто страдают депрессией первое это эгоизм то есть люди очень настроены только на то чтобы получать удовольствие от жизни и жить так как мне хочется да как этому человеку хочется соответственно построить брак когда там два эгоиста очень сложно практически невозможно это первое второе 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 мне кажется что очень большая проблема в нигилизме или или еще можно сказать релятивизме то есть нет моральных ценностей нет каких-то этических норм которые так или иначе регулировали бы жизнь общества и жизнь каждого отдельного человека живи как ты считаешь нужно как ты субъективно считаешь и чувствуешь вот так и живи так и строй свою семью это очень хорошо и действительно каждый человек отличается другого человека и реально каждая семья отличается это все правда но есть равно какие-то базисные фундаментальные законы отношений между людьми это касается и в общем коллективом государства до гражданского общества это касается и отдельно людей мне кажется что христианские ценности те самые ценности которые помогли тому же западу стать настолько успешным или которые помогли на украине нашим соседям выжить в очень сложных исторических условиях вот эти ценности неплохо было бы вернуть потому что они очень хорошо помогают проходить мимо обрывов мимо я и сохранить свою жизнь и достичь счастья двухтысячелетний опыт церкви показывает что реально можно сохранить по крайней мере мир в своей душе если соответствовать тем христианским ценностям которые у нас заложены и еще одно вот у людей чрезмерное стремление гедонистическое удовольствие к кайфу к тому что самое главное в жизни поскольку смысла нет бога нет и все определяю только я это кайфануть по полной программе и это тоже не состыкуется с тем чтобы строить реальные отношения как показывает практика огромнейшее количество исследований семейных психологов об этом говорили святые отцы православной церкви для того чтобы брак был успешным и счастливым для того чтобы он мог и 40 и 50 и 60 лет длиться для этого нужно чтобы люди способны были жертвовать собою жертвовать своими желаниями многими и порой даже жить не в кайф не в удовольствие а жить вот немного страдая особенно я думаю об этом часто думают мужчины когда и жены рожают при этом нужно зарабатывать деньги нужно жену поддержать или жены когда они вынуждены но не вынуждены когда они рожают детей когда они вынашивают их если тем более это не один ребенок а потом еще его воспитывают они понимают что семейная жизнь это тяжело и нужно не только уделять внимание ребенку но еще и своему мужчине своему мужу и вот если вот в нем вот мне интересно дальше ваше мнение у нас буквально пять минут остается если православная церковь единственный моральный регулятор сейчас будет вести активную миссионерскую деятельность продвигая православные ценности мне кажется тогда вот эти установки на эгоизм на гедонизм на все остальное они просто сами по себе рухну и мне кажется что должна активизироваться православная церковь в числе своих миссионеров это мое мнение что вы думаете по этому поводу и тогда кстати может быть выход из кризиса знаешь александр коротко если церковь действительно будет продвигать ценности если она всю активность направит на это то есть если она отвернется от всяких там политических баталий и прочих вещей а сфокусируется на ценности то она выиграет их политическом вот весь парадокс спасибо спасибо александр что вы думаете ну я думаю что церковь и так этим занимается она и так продвигает эти ценности священники выступают и проявляют себя и публично и каналы есть и на службах тоже священники так себя проявляют то есть она этим занимается другое дело что на уровне государства эти ценности не поддерживаются я думаю если мы живем в государстве то здесь вот именно от государства должна исходить какая-то инициатива это это же снова я вернусь к юридической концепции законы должны приниматься соответствующие которые не дают распространяться тенденциям которые разрушают общество спасибо александр я сразу же вспоминаю пример сингапура которые все время очень детально изучал так вот там как раз были тоже внедрены очень много юридические механизмы для сохранения семьи на государственном уровне и это очень даже здорово работает но возможно ли это в современных реалиях украине это конечно большой вопрос но в общем спасибо вам за беседу было очень интересно мы постарались поделиться своими мнениями и конечно же уважаемые зрители пишите в комментариях свое мнение по данному поводу как вы считаете уважаемые наши зрители как вообще возможно выйти из кризиса семьи в украине спасибо за внимание всего доброго до свидания спасибо за внимание